Кто замужем был, у кого уже опыт, кто замужем сейчас, вспоминайте. Первые три года женщина чистит свое сердце на мужчине. Три года ты включаешь принцессу в это состояние. Хочу то, хочу не то. Это, знаете, всегда мне казалось, вот берешь девочку со средней семьи, после свадьбы королева сразу. Откуда были такие замашки? Хочу то, хочу вот это, хочу то. И вот это хочу, хочу не останавливается. Потому что она как бы проверяет тебя, способен на что ты вообще. И это происходит в течение трех лет. Три года ты будешь до него докапываться за всякую фигню. А? Ну, все. Ну, хорошо. В смысле, я так не делала, да? И муж такой седой рядом сидит, нет? Смотри сейчас. Я не такая. Смотрите, что хорошо в психологии, знаете, все везде просчитано. И если ты думаешь, что ты с какого-то этапа можешь уйти, и типа я проработана, и со мной такого не будет, по-любому будет. Понимаешь? И вот три года ты в любом случае есть, когда ты не можешь проработать вот это, когда вы живете вместе с родителями. Понимаешь? Когда в период притирки вам нельзя поговорить даже на повышенных тонах дома, потому что родители услышат, ругаться нельзя, давай спать. Поэтому детей на губы. Вот. И следующие четыре года. Это вот кризис трех лет. Слышали, да? Есть кризис трех лет, до трех лет разводится. И семь лет. Следующие четыре года мужчина чистит свое сердце на тебе. И три года последние он вспомнит тебе все. Почему пересолило, почему в шапке, почему без шапки, грязно, тут этот. И он будет тебя просто вот гонять. И твоя задача это вытерпеть. Сначала терпит он, потом терпишь ты. Мужчина, когда женится, почему тяжело женить мужчину? Мужчина, когда женится, он не должен сомневаться, он должен выбрать тебя навсегда. То есть мы выбираем тебя навсегда. Мужики, если вы узнаете, почему она за тебя вышла замуж, вы охренеете просто. 90% браков, которые выходят девчонки замуж, вот если все отодвинуть, там только чистый расчет. Убежать из семьи очень часто. Мама задолбала, я вышла замуж, потому что не хочу с мамой жить. Вышла замуж на зло. То есть там есть каких-то, есть, я не говорю, что нет любви, да, выходят замуж по любви, но очень часто почему-то браки создаются вопреки чему-то. И вы потом начинаете его проверять, а мужчина, он не сомневался, когда женился, когда он этот, и поэтому он три года как бы терпит. Но если это сильно, тогда он разведется, убежит. Но три года он терпит, и следующие потом четыре года он тебе все припомнит. Он все припомнит. Ладно, ты так не делал, он делал. Ты тоже не делал. Ну, хорошо. Вы сколько лет в браке? Девятнадцать? Вы уже все забыли, ну чего. Вы уже все забыли. Потому что очень, ну, вот, кризис среднего возраста, да, слышали, есть? И психологи говорят так, ну, психологи очень многие сейчас говорят так, что нет никакого кризиса, кроме кризиса среднего возраста. Даже подростковый период, это нифига не кризис. Кризис, именно кризис среднего возраста. И меня когда настигло, я помню, и у меня есть психолог, я ей звоню, я говорю, слушай, со мной что-то какая-то фигня происходит, я не могу понять. Она, ну-ка, расскажи. Я ей начинаю все объяснять. Она говорит, да-да-да, ты сейчас себе купишь косуху, мотоцикл и начнешь молодых телок возить там в Ниццу. Я думаю, Лен, да это, ну, короче, не так, это все. Хорошо, опускаю голову вниз, смотрю на свою куртку, а я, блядь, в косухе почти, в кожаной. Понимаете? То есть это психология, то есть мы не можем... Знаете, я очень много смотрел людей, которые прошли тысячу тренингов и потом выходят замуж, да, вот девчонок. Они прошаренные, они прям психологи. Они знают все, что нужно делать, но когда выходят замуж, делают все, как все. Никакие тренинги им не помогают. Почему? Потому что есть там эмоции. И когда они приходят, плачут, я говорю, слушай, ну ты что, дура, ты же сама все знаешь. Да я знаю, блядь, сделать ничего не могу. Понимаете? Там, где замешаны эмоции, пропадает все. Весь твой интеллект, он просто стирается. И поэтому вот эти гормональные скачки, они примерно плюс-минус идут у всех одинаково. И примерные этапы мы проживаем одинаковые. И выходить замуж, знаете, почему? Ты требуешь от него любви большой вначале, да? Ну, как бы доказательство, что он тебя любит, потому что ты сама не веришь, что тебя можно любить. И ты начинаешь на ушах выкореживаться для того, чтобы просто... А так ты меня любишь, а вот так ты любишь, а я еще вот так могу, ты любишь. То есть ты делаешь все, чтобы развестись, но он должен не развестись. Понимаете? И это очень у многих. Молодые семьи очень, ну, это очень часто происходит и практически у всех. Я, честно, я вот, ну, может, ко мне так не приходят, такие, вот, мы счастливая семья, поэтому к вам пришли. Может быть, из-за этого. Но я не видел пока. Чтобы какая-то семья, этот этап перескочила. Все проходят. И почему я против развода, знаете почему? Если ты вот прожил с человеком там 10 лет, вы вот этот кризис весь 7-летний прошли, да? Теперь вы с полуслова друг друга понимаете. Разводишься, находишь себе новую жену. Заново. Оно надо? Оно надо заново вот это вот все. Я, честно, я иногда смотрю на людей, которые по нескольку раз женаты, я не могу понять, им вообще этот процесс нравится или что происходит? Зачем вы это делаете постоянно? Один раз там три года прожили, развелись, второй раз три года прожили, развелись или пять. Ты вот этот кризис проживаешь, чуть-чуть осталось и убегаешь потом. Зачем? Ну вот, и честно, когда ты в динамике посмотришь это в 10-летней, тогда ты понимаешь, что тебе это не нужно второй раз. Потому что ты заново будешь проживать и вот эти разговоры на кухне и с женой, и с тещей, и в постели, и не в постели, ты будешь все это заново все выгребать. У тебя же день сурка будет, ты потом скажешь, что все одинаковые дуры. Или мудаки все. А? Да пожалуйста, жалко что-то. Понимаете? То есть... Продолжение следует...